Привет всем! Это новый выпуск позитивных новостей из Украины. Сразу просим вас поставить лайк и досмотреть до конца. Приятного просмотра! Первое. Новая почта готова к открытию первого авиамаршрута Хмельницкий-Днепр. В планах компании доставка посылок с запада на восток страны за сутки. Компания развивается, что не может не радовать. Второе. Крупнейший оператор автобусных перевозок в Европе компания Flixbus планирует выйти на украинский рынок. Компания анонсировала, что 11 июня проведут в Киеве свою первую пресс-конференцию в Украине. Третье. Украинцы с красной волны внедряют клинтек в металлургии. Компания ввела экологическую 3D-печать в металлургии. Четвертое. Почти 7 тысяч солнечных панелей были установлены на крыше торгово-развлекательного центра фабрика в Херсоне. Специалисты отмечают, что в таком масштабе солнечная электроэнергия для работы торгово-развлекательного центра в Украине будет использоваться впервые. Пятое. В украинской армии унифицируют воинские звания по стандартам НАТО. Верховная Рада Украины приняла за основу закона сокращенной процедуре рассмотрения введения новых сержантских и старшинских званий в соответствии со стандартами НАТО. Шестое. На Краматорской ветроэлектростанции монтируют ветрегенераторы украинского производства. На строительстве Краматорского ВЭС начался монтаж в опусте первого ветрегенератора. Седьмое. Украина заказывает 120 новых противокорабельных крылатых ракет «Нептун». Про это сказал директор по корпоративным правам и инвестиционных проектов завода «Моторсич» Владимир Семенов. Восьмое. Украина в 2018 году приобрела у Польши две 76-мм корабельные установки АК-176М. Девятое. Крупнейший в Украине завод по производству современных шкафных газорегуляторных пунктов построили во Львове газораспределительные компании, которые работают под брендом региональной газовой компании. Десятое. Судно BBC ВСУВИЛС доставило в порт Мариуполь 36 лопастей для Орловской ветроэлектростанции. Оборудование для ВС стало самым габаритным грузом в истории порта. Это все топ новин в этом выпуске. Спасибо каждому за перегляд. Если есть возможность, поддержите канал финансово. Реквизиты под видео. До следующего выпуска.